Доброе утро! Самой позитивной стране Евросоюза, Латвия, привет! Просыпаемся! 16 числа, по традиции господина Росликов и Шлессерс, опять нас зовут к президентскому дворцу. Мы должны выйти и сказать нет этому правительству, и сделать максимально, чтобы распустить это правительство. Как по мне, так это абсолютно очевидная вещь. Абсолютно очевидная вещь, потому что моя основная претензия к этому правительству – это коррупция. Это коррупция и нарушение ими же законов, в том числе Конституции. Но! Теперь я хочу спросить господина Росликова и господина Шлессерса. У меня есть к ним несколько вопросов, прежде чем я выйду на этот митинг. Напомню, что мы собирались 29-го около Милды. Помните? Мы пришли всей большой толпой, выразили свое «нет». И вот вопрос, а для чего мы собирались? Ведь интервал между тем сборищем и этим, он очень невелик. Мы должны еще раз прийти, и для того, чтобы сказать, что нас много, ну, мы уже это делали. Разве это является целью? Второй интересный вопрос. Для того, чтобы распустить Сейма, самый короткий путь – это выборы президента. То есть, если президент был выбран правильно, он бы распустил этот Сейм. Правда, да? Так вот, смотрите, когда господин Росликов зашел в Сейм со своей партией, и господин Шлессерс зашел в Сейм со своей партией, перед выборами они говорили, что у нас есть свой кандидат в президенты. Помните, кого он называл Шлессерс? Он говорил, у меня есть кандидат в президенты, у меня есть кандидат в премьер-министр, и мы готовы брать управление страной. Тогда вопрос к господину Шлессерсу. Сейчас, когда все выдвигали своих депутатов, ну, не депутатов, а кандидатов на пост президента Латвии, почему Шлессерс не выдвинул своего кандидата? Почему Росликова команда не выдвинула своего кандидата? Если бы они выдвинули своего кандидата, возможно, голосование и конечный итог выбора был бы совершенно иным. И здесь очень странный момент, потому что именно господин Шлессерс говорил, что у нас есть свой кандидат, но он не выдвинул. Я подозреваю, что таким образом они сыграли на руку с правящими. То есть они о чем-то договорились, с чем-то торговались, я так подозреваю, я не знаю, как было. И не выдвинули своего кандидата и дали возможности удержаться правительству Каренша. Следующий очень интересный момент. Опять же, вспоминая слова господина Шлессерса. Мы приняли бюджет. И он сказал, мы сядем и разберемся с этим бюджетом и найдем там те закупки, которые отменим. И большое спасибо, что отменили военную закупку, где была кража там в 200 миллионов, ну бла-бла-бла-бла-бла. Но никто не сел, никто не пошел в отставку, никто за это не ответил. И как мы можем видеть, Шлессерса и Росликова это вполне устраивает. Следующий момент. Бюджетом вот такая пачка. Вы выдернули оттуда только одну сделку. Почему вы не работаете дальше? С первой до последней срочки. Это именно и есть ваша работа. Теперь я подытожу. Все вот эти вот вещи мне подозрительно намекают на то, что господин Шлессерс и Росликов ведут свою игру. И они ровно так же торгуются с правительством за какие-то контракты и сделки. Но сильных у них аргументов нету. Единственный их аргумент то, что они являются оппозицией и могут вывести 5-10 человек на улицу. Для чего? Для шантажа правительства. Я так думаю. Я, возможно, не прав. И теперь у меня вопрос. А меня будут использовать как барана, чтобы прийти вот в этом стаде и для того, чтобы они получили какие-то свои поблажки? Потому что, насколько я понимаю, у господина Левитса нету возможности сейчас распустить согласно закону правительства. Насколько я понимаю, требовать отставки существующего правительства мы можем не раньше, чем в ноябре. Так какого черта? Мы должны прийти в июне. Какая в этом логика в этих действиях? Я знаю, что благодаря вам этот пост наберет много-много-много просмотров. Закиньте кто-нибудь из вас это Росликову и Шлестерсу. Потому что вот у народа есть вопрос. И он задает это своим лидерам. И хочет получить ответ. Чтобы не было так, что в ТикТоке они что-то высказывают, но никакой обратной связи нету. Я был также на том же самом митинге, но возможности подойти к господину Росликову и задать ему вопросы лично, там ни у кого не появилось. У Шлестерса тоже не появилось. Они что-то выкрутнули со сцены, пробежали, посмотрели хоккей и исчезли. А люди, которые хотели подойти и просто поговорить, их было большое количество. Им такой возможности не дали. Именно поэтому я задаю вопросы сейчас. Ну и не лишне напомнить, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. И у нас отличная погода, и все мы отличные парни. Просыпаемся. Всем пока.